Из книги «Открытым оком» третий том. Тема Лапкин книги. Вопрос 1104. «Если у вас любимцы, которым вы отдаёте особое предпочтение», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иоанна 13, 23. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Иоанна 19, 26. И Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своих женам, «Си сын твой» Иоанна 22. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его» Иоанна 21, 7. «Да ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь». Симон же Пётр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море. Иоанна 21, 20. Пётр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который, на вечере преклонившись в груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Это слово «ученик, которого любил». О самом себе евангелист Иоанн повторяет пять раз. Значит, ему это было очень приятно и слышать, и знать. Мы в этом и не сомневаемся, ничего в этом нескромного мы не усматриваем. Только несколько странно, что Матфей, Марк, Лука, Иуда, Иоакхов, Пётр, Павел, авторы книг Нового Завета, ни словом об этом не обмолвились. Почему? Не может быть, чтобы из зависти, хотя и это могло быть, потому что они ревновали о близости со Христом и были недовольны тем, кто претендовал на это. Марка 10, 40 по 44 стихи. «Отдать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано?» И, услышав, десять начали негодовать на Иоакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». За что Иисус более всего любил Иоанна? Он был менее пылкий, чем Пётр, но однако возлежал у груди Христа. Толкователи Евангелия сходятся на том, что любовь Христа, ему была плата из-за любовь Иоанна ко Христу, и наоборот. Слово «любить» во всей Библии с неканоническими книгами встречается 337 раз. Из них, написанным Иоанном, 52 раза, слово «любовь» в Библии встречается 182 раза. Из них Иоанн на 27 раз, его так и называют «учник любви». «И Бога Он нам открывает под именем любви» 1 Иоанна 4,8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». «Своих любимцев я могу назвать и по именам, но все это связано с их любовью к Богу, и их ревностью о деле Божьем, и их отзывчивостью на призыв Божий. Мои любимцы все активные люди, обязательно послушные, но они могут спорить со мной, не соглашаться, оказываться сопротивлением». Все это в порядке вещей, но когда по Слову Божию все доказано, и дело покажет, что они были не правы, или я, не удивляйтесь, случается и такое. Нас это нисколько не разделяет. Главное, мы любим Господа, делаем одно дело. Голос моих любимцев никогда не звучит «стань врага», а не сочувствует всем моим скорбям и печалям о деле Божьем, о благовестии, о России. И более того, могу сказать, что у меня есть любимцы даже не из нашей общины и не нашего круга, но они активно помогают в деле просвещения русских людей, в деле проповеди. Недавно я решил заново перетести 40 лет своей жизни, о ком я больше всего плакал, то есть жалел, что потерял их. И оказалось, что это не отец и не мать, хотя они мне были очень близкими, но это были два человека. Баклана Антонина Георгиевна, не дождавшаяся меня всего 10 дней, когда я вернулся из лагеря, и Малашин Юрий Николаевич, кинорежиссер. Величину этой потери я не мог вместить умом. Это было на другом уровне, но Бог дает замену ушедшим. И среди мног решедших снова появляются любимцы, но они не получают от меня никакой льготы. Я еще более взыскательна к ним, чем к прочим. Планку друг с собой я ставлю всегда очень высоком. Если вижу, то человек ставит личное выше Божьего, между нами уже пробегает сень. Таких любимцев в настоящее время у меня не более пяти человек, а остальные чуть подальше. Мне страшно говорить, но я как-то заметил, что если я уж чересчур люблю кого-то, то тот человек уходит, то есть его Бог отзывает. Может быть, я ошибаюсь, но такая привязанность к кому-то волнует меня. Я боюсь снова потерять всех, без кого мне будет тяжело. Иоанна 14.1. Да не смущается сердце ваше? Веруйте в Бога. Из меня веруйте. Тяжел ваш крест. Что было с вами в глуши безлюдной и степной, когда у вас перед глазами на рыхлом снеге сын родной, назад минуту жизни полный, как цвет подрезанной косой, лежал недвижный и немой, мгновенной смертью пораженной. Когда любимые дитя в их жизни воплем призывали и безответные уста своим дыханием согревали, тяжел ваш крест и ваша чаша. Горько, но жив Господь всего. Да не смутится сердце ваше. Молитесь, веруйте в Него. Слезаль падет у вас, он знает число всех капель дождевых и ваши слезы сосчитает, оценит каждую из них. Он весь любовь и жизнь, и сила, с ним благо все, с ним свет во тьме и, наконец, скажите мне, уже ли так страшна могила? Что лучше, раньше умереть или страдать и сокрушаться? Глядеть на зло и зло терпеть и веровать и сомневаться, утраты, нужды испытать, прочесть весь свиток жизни горькой, чтоб у дверей могилы только их смысл таинственный понять. Блажен кто к вечному покою, не испытав житейских волн, причалил рано утлый член, хранимый высшую рукою. Кто знает, может быть, в тот час, когда в тиши, в тоске глубокой, вы на молитве одинокой, стоите долго подле вас, ваш сын, теперь жрец небесный, стоит, как ангел бестелесный, и слышит вас, и, может быть, за вас молитву он творит, или в хоре ангелов летает, и чуждо, и всех земных забот, и слава Бога созерцает, и гимны райские поет. Чему же плачет? Настанет время, когда в надзвездной стороне, за все свое земное бремя, вознаградитесь вы вполне, там окруженный небо светом, сын радость с вами разделит, и по разлуке в мире этом вас вечно с ним соединит. 1854 год. Никитин Иван Савич. Чистяковый.